Спасибо, что подключились к нам. Сегодня у нас пройдет онлайн занятие театральной студии. Смотрите нас и выполняйте все упражнения, которые я вам буду давать. Меня зовут Семен Сковородин и я преподаю занятия по сценической речи. Дело в том, что мы все очень повязаны на общении. Весь наш социум, вся наша работа, все строится на общении, на разговорах. И до чего приятно общаться с человеком, который говорит внятно, четко, красиво. Наша речь и наше тело, они очень тесно между собой взаимосвязаны. Какое тело, такая речь. Точно так же и наоборот. Наверняка вы встречали в жизни людей, у которых зажаты, если плечи, и все тело, оно вот так вот зажато, то они, получается, разговаривают вот так же, они все очень зажимаются, ничего не понятно. Точно так же, если тело, оно такое, челюстью не расслаблено, ничего не работает, ничего не понятно тоже. Поэтому мы будем с вами добиваться того, чтобы тело ваше было в рабочем самочувствии, оно было собрано, но при этом достаточно расслаблено, не напряжено, чтобы мы могли с вами работать. Поэтому прямо сейчас, особенно ты, который сейчас лежишь на диване, ты вставай. И всем я рекомендую прямо сейчас встать, либо сидеть на кончике стула, не опираясь на спинку. Для того, чтобы тело ваше было ровное, собранное, чтобы добиться большего результата, чем если вы будете лежать, ну ты так до сих пор и не встал с дивана, давай вставай. Вот, наверняка же сейчас кто-то лежит на диване, да, я ничуть не ошибся. Итак, мы сейчас можем с вами встать и начать наши занятия в разминочке с небольшой легкой, потому что здесь вот у нас где связочки, чем мы разговариваем, да, здесь вот шея, она у нас очень всегда устает, потому что столько приходится мыслей держать в голове. Голова наша тяжелая, шея болит, устала, ее нужно немножечко размять, разогреть, поворачиваться, поскручивать немного шейку, наклонить ее чуть-чуть вперед, почувствовать, как мышцы тянутся. Делаем все очень тихонечко, осторожно, не напрягаемся, при этом, да, мы расслабляемся, мы разминаемся. Плечи, вот здесь вот у нас все, у нас здесь все очень зажато, спина, плечи, шеи. Все в чрезвычайных таких сложных у нас тут отношениях, так сказать, поэтому нам нужно все это с вами размять, расслабить, поскручивать, понаклонять голову в одну сторону и в другую, поэтому поповторяйте за мной, пожалуйста, наклоняем в одну сторону и в другую, да, все, чувствуем сразу везде, где у нас что болит, вот, покрутили, поскручивали шейку, и сейчас мы будем избавляться от зажима, внимание, через зажим. Вот такой вот у нас парадокс. Мы сейчас будем высоко-высоко поднимать плечи и напрягать, напрягать все шеи, тянуть плечи до ушей, попробуйте коснуться ушей плечами, напрягайте это все, тяните, держитесь, должно тело уже трястись, все это напрягается, напрягается, и мы расслабляем, и мы чувствуем, как у нас все это расслабляется, расслабьте шею, покрутите, поводите, пусть у нас расслабится шейка с плечиками с вами, давайте еще разочек попробуем, да, напрягаем все, напрягаем руки, напрягаем шею, плечи, все это тянем, поднимаем плечи вверх к ушам и расслабляем. И желательно уделять этому упражнению примерно минутку, делать его несколько раз, а главное чувствовать, как у нас вообще расслабляется что-то или нет, или мы вот так зажались и в итоге так остались, в таком случае, конечно, что-то вы сделали наверняка неправильно, вот, поэтому покрутили плечиками, подняли их, назад убрали, раз, а перейдем к следующему упражнению. Вся наша речь, она основана на дыхании, то есть если мы будем разговаривать с задержанным дыханием, у нас это будет очень трудно получаться, поэтому мы начинаем с вами упражнение дыхательное, оно очень легкое, нужно нам просто погреть ручки, ладони горячим воздухом, но делать это нужно верно, если воздух у вас не горячий, значит вы делаете что-то неправильное. При этом дышать нужно без звука, вот такой звук, это очень плохо, звука быть не должны, иначе связки сушат, а делаем мы это абсолютно бесшумно. Просто согреваем ладони горячим воздухом. Рот можно открыть широко, как можно шире, тогда и воздух у нас будет горячее, вы сами следите за собой, чувствуете, как у вас расслабляются и согреваются связки. Чем шире откроете рот, тем воздух будет горячее, и связки тогда у нас будут расслабляться. Это необходимое упражнение для того, чтобы нам не перенапрячь связки, они были расслаблены, чтобы мы им не навредили. Выполняя это упражнение на протяжении минутки или двух, вы достигнете определенного результата в этом. Есть упражнение для разогревания тот же связок, тот же теплым дыханием, но оно немножечко посложнее, но оно просто мое любимое. Это упражнение называется зевок. Нужно зевать по-настоящему и специально. Достигнуть этого, конечно же, можно. Желательно вдохнуть воздух через рот и попробовать, попробовать позевать. Посмотрите на меня, да, обычно у человека, когда кто-то другой зевает, вам сразу хочется зевать. И ни в коем случае не напрягайте связки, не зажимайте, как будто, ой, мне нельзя зевать. Обязательно. Каждое утро, когда вы стоите с постели, и перед тем, как вы ложитесь спать, ни в коем случае не зажимайте зевок, а раскрывайте его. И тут вы почувствуете, если будете зевать со звуком, тогда вы услышите голос оперного певца. Безусловно, он вас напугает, если вы никогда этим не занимались, вы услышите незнакомый голос, даже если вы находитесь дома абсолютно один. Нужно зевать открыто, широко, раскрывая рот. Оперные певцы, они поют в этом положении несколько часов каждый день. Они бы не смогли этого делать, если бы связки у них были зажаты, да? Поэтому нам, собственно, и хочется в опере иногда вздремнуть. Вовсе не от того, что это очень скучно, а потому что певцы постоянно поют в позе зевания, и нам тоже хочется сразу зевать. Если у вас это не получается, то тогда просто широко открывайте рот и широким горячим воздухом согревайте ладонь и пробуйте дышать. Для того, чтобы поднять нёпа, сделать это очень легко. Кончиком языка уткнитесь в верхние зубы, проведите вверх, перпендикулярно уткнётесь в твёрдое нёба и отведите чуть-чуть назад, и там вы почувствуете мягкое нёба. Так вот, при широком звуке, чтобы наша речь была чёткой, внятной, открытой, тёплой, бархатной, наше верхнее нёба, оно раз и поднимается. Оно делает это при зевке. Поэтому каждое утро и вечер постарайтесь разминаться именно так, то есть с зеванием, тёплыми дыханиями. И когда вы... Пока я говорю, кстати, вы можете всё это время не просто меня слушать, а выполнять стараться это упражнение. Итак, с разогреванием тёплым воздуха мы закончили. И дальше мы можем перейти уже непосредственно к самому звуку, то есть попробовать поискать, поразминать наш, найти с вами. Это очень легко. Мы просто будем гудить на звук М. Но сейчас я вам покажу два звука. Один будет неверный, а второй верный, где первый звук это МММ, и второй ММММ. То есть если мы при гудении откроем рот, ММММ, он останется там внутри, не выходит наружу. А верный звук это когда звук старается выйти наружу. Для этого нам нужно открыть рот, расслабить губы, уголки губ чуть-чуть приподнять, сделать лёгкую улыбочку, и стараться звук через рот, через губу, вот этим вот нашим тёплым дыханием, вот этим зевком, постараться его выпустить наружу. ММММ. Звук должен быть немного ниже, чем он на самом деле, то есть есть низкий звук. МММ. Есть верхний. ММММ. Попробуйте поездить, как машинка. ММММ. ММММ. Чтобы вы поняли, что такое верхний звук, а что низ. И начинать необходимо с низов. Когда вы просыпаетесь с утра и начинаете разговаривать, возможно вы слышите, как ваш голос, он немного ниже, чем есть на самом деле. Ну вот поэтому с низа мы и начнём. МММ. Для того, чтобы звук был абсолютно верный, чтобы упражнение у вас развивало, губы должно щекотать, чесаться, а грудь вибрировать. ММММ. Найдите то положение, при котором губы у вас щекочут, свербит, чешется всё. Здесь всё вибрирует, и здесь тоже. ММММ. МММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММ все наши резонаторы, все это разминается. И сначала не давите на звук, конечно же. Просто постарайтесь сделать это очень легко. Когда мы с утра просыпаемся, связки у нас спят. И мы вредим им, если мы встаем и сразу начинаем разговаривать. Особенно если мы начинаем утро с телефонного разговора, где мы говорим, да-да, я все, я еду, бегу. Все, мы вредим нашим связкам. Поэтому каждое утро полоскайте горло теплой, соленой водой. Зевайте как следует, разевывайтесь и чуть-чуть гудеет. Уже через какую-то неделю вы почувствуете результат. Если будете каждое утро и вечер это выполнять ежедневно. Пока я разговариваю, разумеется, вы делаете это упражнение прямо сейчас. То есть мы продолжаем все еще гудеть. Чувствуем, как грудь у нас вибрирует, губы чешутся. Выполнять эти упражнения нужно каждый день. Иначе тогда все сразу, мышцы быстро атрофируются. Вот. Итак, мы с вами достаточно погудели на низах. Теперь можно почувствовать верх. Ну, то есть сначала серединку найдем. И выполним такое упражнение. Мы будем нос, да, открывать и закрывать. Это нам разогреет. Здесь все, все резонаторы. И дальше мы переходим вверх. И делаем вибромассаж лба. Весь наш череп, пока я говорю, вы выполняете это упражнение. Весь наш череп, он состоит из трубок, каналов всяких. Все это необходимо разминать, вибрировать. Для того, чтобы голос ваш был так же ярче. Вас было слышно. Речь ваша была направленная. И попробуйте. Не напрягайте, пожалуйста, связки. Не давите на них. Не зажимайте. Все предельно должно быть расслаблено. Здесь, в шее. Ни на что не давите. Абсолютно теплым воздухом. Очень легко. Я не заставляю вас напрягаться. Я прошу вас делать очень осторожненько. Все-таки берегите себя. Нас смотрят также люди, которые вообще впервые. Поэтому я даю именно фундамент. Именно те азы, на которых будут уже основаны все последующие занятия. Каждый день деляйте этим упражнением буквально несколько минут. И также я сейчас быстренько перейду к артикуляционной гимнастике. Очень легкие упражнения. Трубочка. Мы вытягиваем губы как можно дальше вперед. И улыбочка. Снова трубочка. И закрытая улыбочка. Чередуйте, выполняйте это упражнение буквально минуту. Затем следующее упражнение называется «Бабушкина челюсть», где мы губами расчесываем губы, так сказать. Можно эту трубочку поднять вверх-вниз, по сторонам, поводить по кругу и покусать их. Как следует. Каждому этому упражнению уделяйте 20-30 секунд. Как следует покусали. И теперь можно как лошадки сбросить. Все у нас расслабились губы. Дальше переходим на язык. Точно так же языком можно поводить по кругу, попрокалывать щеки очень сильно и активно. Упражнения будут помогать вам достичь результата, если вы, конечно, уделяете очень много сил на это. Потому что это все мышцы. Если вам не больно, если вы не чувствуете напряжение, то тогда ничего не происходит. То есть нужно активно прям проколоть щеку языком в одну и в другую сторону, поделать это быстро. Покусать язык от кончика до корня, боковыми берегами, зубами, пожевать его как следует. А потом подсокать как лошадка. Это буквально азы. То, с чего мы начинаем. Выполняйте эти упражнения каждый день, каждое утро, когда вы встаете, одеваетесь, готовите завтрак, собираетесь на работу или на учебу. И перед сном буквально несколько минут. С вас не будет, вы ничего не потеряете, но зато через неделю вы уже достигнете какого-то результата. Вы его сами почувствуете. И уже на моем следующем уроке вы будете все это знать, и мы уже перейдем дальше, к следующим упражнениям. И другие педагоги также будут давать вам какие-то упражнения, которые вы тоже будете выполнять каждый день. И буквально через неделю, когда мы с вами снова встретимся, вы уже будете большими молодцами, и с вами будет гораздо легче заниматься. Потому что вы уже будете такие развитые ребята, и мы перейдем уже к следующим упражнениям. Поэтому, пожалуйста, подписывайтесь, следите за всей информацией в наших аккаунтах, инстаграме, ютубе, вконтакте, везде, везде, везде. Мы очень вас любим. Спасибо вам большое, что нас смотрите. До свидания, до следующего занятия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин